Здравствуйте! В эфире программа «Ейская епархия и хлеб жизни» и сегодня в студии епископ Ейский Тимошевский Павел. Владыка, здравствуйте! Благословите! Бог да благословит всех нас! У нас сегодня много вопросов, и один из них звучит вот так. 21 век. Войны, катастрофы. И каждый из нас, находясь на своем месте, может помочь и спасти нашу планету, наш большой дом. Может ли любой земной человек из своего сердца нести такую же энергию, моля Бога о помощи в трудные времена, как это делали святые? Какие молитвы могут донести до Бога намерения души каждого из нас жить в мире без войны? в любви, в согласии и в единстве? Вы знаете, молитва — это есть беседа с Богом. Молитву Господь принимает от чистых сердец. Конечно, мы с вами люди еще грешные. Мы совершаем богослужения, совершаем келейные домашние молитвы. И просим, чтобы Господь и их тоже принял, и молитвы нас, несовершенных людей. Но при этом нам нужно постоянно стараться приближаться к Богу, изгоняя из своего сердца все то, что вредит, что нас разъединяет с Богом. То есть необходима борьба со страстями, покаяние в грехах и стяжание добродетелей. И это не должно быть в отрыве от молитвы. Потому что некоторые считают, что можно жить как хочешь, лишь бы часто Бога о чем-то просить. Но все-таки должна быть гармония определенная между нашей жизнью, образом нашей жизни, нашим стремлением и нашими просьбами. Потому что вот мы говорим, что святые имеют дерзновение пред Богом молиться. Потому что они исполняют, они как друзья Божие, чадо Божие уже. И Господь их слышит молитву. А мы, если не исполняем то, что нам положено, а просим о чем-то, о сохранении всего мира, дерзаем молиться, мы рисуем к этому несоответствию. То есть мне кажется, здесь нужно так, что на богослужении, когда мы все молимся, там, конечно, есть молитвы о мире, о нашей стране, о здравии, даже о хорошей погоде, мы совместно в этом участвуем. Но когда один человек, еще вовсе несовершенный человек, который не исполняет все заповеди, будет молить Бога о том, чтобы по его личной молитве Господь послал дождь на землю, или воскресил человека, или поднял садра болезни, это уже не скромно, это уже слишком, это не дерзновение, это дерзость уже. Поэтому мы должны осознавать свое положение, и наши прошения, индивидуальные прошения, они должны соответствовать нашей жизни. Спасибо. В соцсетях и в жизни мы все чаще встречаемся с агрессивными нападками на церковь, со злыми вышвучиванием христианского мировоззрения и образа жизни. В одних случаях эта агрессия спровоцирована очередным разоблачением церковников в СМИ, но бывает и нередко злоба, и недоброжелательство спонтанное, просто потому, что ты христианин. Как мы, миряне, должны поступать в таких случаях? Конечно, как говорит апостол, самое лучшее – не давать повода ищущим повода. То есть, на самом деле, у нас тоже бывают такие превышения, которые дают повод усмеивать нас, потому что мы же проповедуем высокие истины. Соответствовать полноценно не всегда получается. Из-за этого могут быть и нападки, то есть обоснованные нападки. Но чаще всего они не обоснованы, они придуманы. Ну, как бывает, человек додумает до другого человека, додумает его мысли, и потом их же обличает, с ними же борется. То есть создадут мельницу витрину, и потом с ней борются уже. Здесь, если есть возможность, если это, может быть, конкретный человек, который к нам обратился, нас обличает в чём-то, можно вполне и объяснить ситуацию. В некоторых вещах неразумно доказывать. Есть такая юмористка. Надо доказать, прийти в справку, что ты не верблюд. Ну, бывает, что таких справок никто и не выдает. То есть, когда возводят у нас какие-то серьёзные обвинения, и это не в суде, там, где есть присутствия невиновности, а в СМИ, в интернете, то бывает, если попытаешься как-то оправдаться, то ещё хуже будет, и люди больше греха наберутся. В этом случае, ну, просто помолиться за этих людей, которые неправильно мыслят и ещё и неправильно выражаются. Ну, иногда такие люди мотивированы материальным вознаграждением со стороны каких-то организаций или частных лиц, которые ненавидят церковь. Иногда они выражают, ну, по своим страстям судят о человеке. Поэтому тут, ну, разные отношения. И самое главное, надо помолиться, чтобы подумать, в чём здесь воля Божия, что от нас в этот момент зависит. В любом случае, начинать с молитвы. Как апостол говорит, будьте медленны на гнев. Когда нас кто-то раздражает, и прям хочется разгневаться, тут немножко надо протормозить, и немножко как бы с холодной головой, но в то же время с таким чутким сердцем. Ну, сначала за этот человек помолиться, который нас сильно раздражает. И бывает так, даже вот мы служим с иподиаконами, и у них и раз большая ошибка. Либо хор сильно ошибся. И, казалось бы, тут самый повод раздражиться, разгневаться. Но мы стараемся всегда подумать, значит, я отвлёкся от молитв. Потому что через предстоятель же идёт благодать на людей. Если мы сами отвлёклись от молитв, от чтения, то и могут ошибиться наши подчинённые. И это нас очень сильно смиряет сюда. И думаешь, крикнуть на них, или всё-таки промолчать и вернуться к молитве, более углубленной. Но иногда польза этих же наших людей, подчинённых, требует, чтобы мы где-то строго высказали. Но и то, и другое должно быть по любви, с пользой духовной быть. То есть в любом случае собой являетесь, необходимы некие образецы, чтобы, глядя на тебя, этот человек изменил своё мнение. По возможности. Но даже при всём старании у нас идеально всё равно может не получиться. Бывает часто, что детям задают такие вот нелицеприятные вопросы, как-то их уличают в том, что они православные, или ходят, например, в церковь. Вот как можно порекомендовать душе такой вот ещё не сформированной, может быть, где-то даже слабой, отстаивают свои позиции. Стоит ли вообще вступать в какие-то дебаты, если ты не являешь сам примерно такой и не чувствуешь себе силы ответить? Ну, если такие дети к нам обращаются, ну, скажем, или просто за советом, или на исповеди, говорят, что их обижают, что они ходят в храм, то, конечно, тут предлагаем подкорректировать своё поведение, если были действительно грехи. Ну, вдруг такой человек действительно кого-то обидел. А ему говорят, вот, ты ещё в храм ходишь, а так вот себя ведёшь. Ну, или не подготовился к урокам. Даже учительница может сказать, вот, ты в храм ходишь, а уроки не делаешь. Конечно, тут надо подтянуть, избавиться от таких вот отступлений. Как апостол говорит, если вы страдаете из-за своих проступков, ну, как вор или там, лудник пострадаешь, там, побьют тебя, накажут, посадят, то это плохо. Имеется в виду, что ты так себя ведёшь. А страдать тут не жалуйся уже. А когда ты пострадаешь за то, что ты христианин, ты не только должен потерпеть, но и благодарить Бога за такую честь. Поэтому если школьника, скажем, обидели, что он в храм ходит, на него что-то наговорили, а он на самом деле старается жить по-христиански, то нужно благодушно это перенести. И мы в таком случае говорим, ну, практически как взрослому человеку, что, знаешь, вот этот твой соученик, одноклассник, ну, он просто не знает христианство, он не знает, какой у нас Бог милостивый. Вот. Он не знает, насколько радостно ходить в храм. А ты старайся себя вести хорошо, а за это для человека молись. И спросите имя, скажите, ну, давай я тоже помолюсь за него. И так мы своего человека, христианин, должны научить любить всех. И ближних, и дальних, и друзей, и врагов. И это будет для него очень поучительно и спасительно. Есть такое мнение, что судьба страны зависит от характера живущих в ней людей. Цель любого воспитания – это характер. Даже для приобретения знаний необходим хороший характер. Выработка энтузиазма – это основная задача человека, который стремится к духовному преобразованию. Бесхарактерный человек подобен дырявому сосуду, который бесполезен для хранения воды. Вот по вашему мнению, насколько характер и его выработка важны? Ну, скажем так, судьба страны действительно зависит от жизни людей. Но, может быть, тут слово характерное практически не встречается в святоидейческой литературе. Скажем так, зависит от жизни людей, от их грехов или добродетелей. Об этом хорошо сказано в замечательной книге статистителя Николая Сербского. Называется «Царев завет». Там, где говорится о Косовском сражении, когда ангел явился князю Лазарю и говорил о судьбе его стране, которая зависела от добродетелей или пороков сербов, собственно, тех, кто населял Сербию. Там это раскрывается. И хорошо обознакомиться с этой книгой. Вот сам характер – это, знаете, такая смесь. Это, конечно, характеристика из психологии, позже появилась. Но тут можно разделить. Во-первых, это темперамент, который не только нельзя за него осуждать, за темперамент, но даже его исправить невозможно. Ну, то есть врождённые качества определённые есть у человека. Они негреховные и недобродетельные. Ну, допустим, есть человек, в принципе, медлительный. Или человек шустрый. Ну, шустро бывает, раз что-то упадёт и разобьётся. Потому что не очень аккуратно бывает. Бывает человек повнимательный, бывает невнимательный. Это что ещё от родителей досталось? И поэтому с нашей стороны должно быть снисхождение к людям в тех вещах, где от них не зависит. Сила характера или некой ущербности. Ну, бывают же и инвалиды. Тоже мы же не можем претензии предъявлять, почему он такой получился. Но в то же время, если человек действует по страстям, характеру можно и то, и другое приложить. То есть и темперамент, и испорченность греховная. Ну, что значит характер? Вот, капризный. Ну, это уже грех. Вообще-то это не темперамент. Темперамент нет. То есть, может и холерик быть, и сангвиник капризным человеком. С этим уже нужно бороться. И когда мы видим проступки людей любого склада, но если они против Евангелия, то тут нужно, конечно, постараться помочь, уворчевать вот эти пороки. Вы сказали, достижение духовных целей тоже характер важен. И упорство, настойчивость. Это действительно так. Но еще расскажу, что это лучше применять к себе. Других людей осуждать, что они не всем усердны, нежелательно, не нужно. Если эти люди зависят от нас, если мы за них ответственны, то предложить усилия нужным, чтобы им помочь. Если это люди, которые, скажем, смежны с нами или выше нас, ну, там, наверное, больше помолиться за такого человека, чтобы Господь дал ему разум, чтобы он исправлялся. Вот. Вы знаете, то есть наше спасение зависит от правильной веры, от принадлежности к правильной церкви православной, от жизни по-западе и от покаяния, где мы по-западе не успеваем. Вот от этих вещей зависят и наша жизнь, и жизнь нашей отчизны, страны. Сам характер, вот он, есть вещи простительные в нем, а есть те, которые надо вот исправлять. Часто говорят «русский характер». Вот чем мы русские, российские, православные отличаемся от других? Вы знаете, русский характер, он большей частью это словосочетание употребляется в положительном смысле. То есть там, где терпение, там, где человек не может смириться с несправедливостью в отношении других людей даже. Если мы где-то видим, что в Африке кто-то кого-то обижает, нам тоже как-то не по себе, и хочется защитить даже, в ущерб себе помочь. Вот. Некая твердость в убеждениях, стойкость, отвага. Всё это, но в то же время к русскому характеру можно отнести где-то иногда ленность, иногда медлительность в, как говорится, долго запрягают и быстро едут. То есть есть и отрицательные у нас черты. И вот христианство, в частности православие, оно распространено и на Ближнем Востоке, и среди арабов, среди евреев не так распространено, но и есть. Дальше греки, сюда потом Кавказ, да, вот православные грузины. Дальше вот русские, белорусы, украинцы, финны. В Финляндии есть православная церковь. Но ведь импераменты, очевидно, разные. Разные характеры. Но святости достигают всё-таки люди, несмотря от того, к которому народу принадлежат. И даже вот взять оптистских старцев, плеяда, оптистских старцев, они по характеру, по темпераменту были все разные. Но в то же время они все святые люди. То есть вот как раз говорится о неизменяемой части, вырождённый темперамент. И говорится о том, что надо поменять и что стяжать, чтобы стать святым человеком. Здесь вот можно это различать. Спасибо вам за ответы. Ну, слава Боже. А вы смотрели программу «Ейская епархия. Хлеб жизни». Всего вам самого доброго. До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»